Нетипичный омлет. Легкий, парящий, упругенький и такой нямка. Очень нежный омлет, и когда так вот кладешь его в рот, чувствуешь, что так, а где омлет? Где омлет? Я ничего не чувствую. И вроде бы сейчас яиц, ты такой, как будто тучку поел. Все. Сегодня мы приготовим нежный, как облачко, омлет с сырной начинкой. Нам нужно взять столько яиц, чтобы желтки покрыли всю поверхность сковородки. Я буду готовить на двоих, поэтому беру 6 яиц и буду отделять сейчас желтки от белков. Желтки будут у меня в меньшей мисочке, а белки в большей, потому что их мы будем взбивать. Белки отделяем от желтков в разные емкости. Также подсаливаем и белки, и желтки, и разбиваем желток вилочкой. В сковородку ставим на газ и наливаем оливковое масло. Выливаем желтки равномерным слоем, распределяем, стараемся так, чтобы это заняло всю поверхность. Вот так у меня получилось с желтками. А тем временем давайте забьем белки. Сбиваем до образования густых белых пиков. И сразу же, пока они не отслоились, насыпаем на уже схватившиеся желтки. И разравниваем ложкой. Делаю маленький огонь и закрываю крышкой, чтобы белки быстрее схватились. Как только белки схватились, я добавляю на одну сторону сыр. И опять же накрываю крышкой, чтобы сыр расплавился. Готовый омлет легко отстает от сковородки. Разрезаем на две части и складываем половинки белками вовнутрь. Получился воздушный нежный омлет с хрустящей корочкой. К омлету я добавила зелень, оливки и авокадо. Такой завтрак отлично подойдет для кето-диеты. Омлет получился очень красивым, нежным таким, прямо пружинит. Здесь расплавленный сыр и, конечно же, добавляем сюда зелень. И это совершенный кето-завтрак. Все есть жиры в виде авокадо и сыра, белки в виде белков, конечно же. Ну и углеводов практически нету, потому что здесь, в принципе, одна клетчатка из овощей. Очень интересно готовится, быстро. И на вкус отличается от обычного омлета, 100%. Очень нежный такой, и сыр этот тянется. Ну, прекрасный вариант, я считаю, мужу понравится. Ребята, купила зелень для еды съедобной. Смотрите, что здесь лежит. Здесь это, кто знает, что такое горошек и как он выращивается. Так вот, вот это листья ботва гороха. Это очень странно, потому что мы ее не едим обычно. Ну, в Украине вы видели, чтобы кто-то ел ботву гороха. Мне очень странно, это то же самое, что ботву там липы есть или... Ну, съедобно? Вкус горошка? Ну, странно. Как бы да. А, вы едите траву, травоядную? Давайте всю траву, которая у вас растет на огороде, сейчас мы ее запихнем в этот пластиковый мешок и продадим вам за 4 доллара 200 грамм. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok